Сейчас будет эксперимент люля-кебаб на растительном мясе. Эксперимент почему? Потому что я его никогда не готовил, и я вообще никогда люля-кебаб не готовил, поэтому это вот такой двойной. У меня играющий тренер за кадром Оля будет меня направлять, объяснять. Здесь фарш наш тот же самый, сладкий перец, кинза, лук, чеснок. Ну, короче, поехали. Очень мелко нарезаем. Пропорция лука и перца одинаковая. Размельчаем, прямо размельчаем, а то Оля будет очень сильно ругаться. Мы мелко режем для того, чтобы когда мы смешали с фаршем, это все лепилось хорошо, чтобы ничего не мешало. Половинку лука. Нарезали одно-другое. Кинзу тоже сейчас резать? Кинзу в конце, все основное. Так, готово, наверное, да? Кинзой люля не испортишь. Я раньше кинзу вообще не понимал, если честно, до тех пор, пока мне не рассказали, как готовить харчо. Харчо без кинзы не бывает. Так, повторяю, я делаю это все впервые. Поэтому учусь вместе с вами. Но пока не сложно. Вот так примерно должен выглядеть консистенция растаявшего фарша. Его не надо пугаться. Он прямо выглядит, как фарш настоящий. Вот, кладем. Наверное, еще маленький, да? Добавляем зажарочку нашу. Как? Что в специях? Зира, паприка, соль. Так, вот такая получилась штука. Выглядит очень аппетитно, пахнет обалденно. Фарш перед лепкой должен быть холодный. Не комнатной температуры. Я прям чувствую, он такой вот с холодильником. Он так больше держит форму. Вообще, все шефы очень хвалят наш фарш за его вот эти способности, возможности лепить. Вот, примерно вот такая получилась у нас однородная масса. Сколько на шпажку? И как это все делаем? Так, берем немножечко фарша. Так, сминаем его. Да, наш, ну, то есть на шпажечку. И потом уже на шпажке мы формируем. Их можно жарить на сковороде. Но, конечно, правильнее запекать. Мы будем запекать. Так, мы готовы. Загружаем на... На 10 минут. На 9 минут. На 10 минут. Так. Па-ба-бам. Па-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Так. Нас ждет кебаб. Ммм. Обалдеть. Ну, почему-то... Ну, я что, вкуснее вас, что ли, готовлю? Или просто свое больше нравится? Меня этим кебабом угощали. Но почему-то приготовленное самостоятельно вроде и выглядит даже... Ну, слушай, это прям, ну, настоящее ведь мясо, правда же? И выглядит не на вкус. Обалдеть. Не, Оля, а попробуйте. Может быть, у меня правда что-то... Рука легкая, я не знаю. Или что-то другое. Или необычное. Обычное. Чуть соли, может быть, добавить можно было, да? Нормально? Я не думал, что от люля-кебаб у меня будет какое-то вау-ощущение или впечатление, потому что я его, ну, пробую. Мне нравится это блюдо. Просто я впервые его сам сделал. Я немножечко в шоке. Это по-настоящему вкусно, очень быстро, очень просто, очень удобно. Пробуйте, экспериментируйте, свое добавляйте, приправы добавляйте, не знаю, зеленью. Открывайте традиционный рецепт и делайте на нашем фарше, делайте, приходите в комментарии, рассказывайте, делитесь. Всем приятного аппетита!